Что мне делать? Продать этот участок и купить в Бишкеке квартиру или заработать на нее? Добрый день, у меня кредитов на миллион. Думаю, взять еще кредит и открыть или сначала погасить долги. Я работаю на зарплату, половина дома уже построена, но когда я читал ваши книги и другие книги бизнес-страниров, как я понял, что я не туда инвестирую деньги, родители говорят, дострой дом. Но для этого нужно работать, и я не хочу работать ради дома, я хочу эти деньги инвестировать в себе или в актив. Все, что выгодно бизнесу, это выгодно и вам. Поэтому концентруйтесь на это только. Думайте об этом. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Поприветствую вас из Австралии. В данный момент еще я нахожусь в Аделаиде. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Кому вы читаете, что нужны, кому вы хотите помочь. И по вашему мнению, вы видите, что кто нуждается этим ответом, рекомендуйте нашу рубрику. Пусть они получают пользу из этого рубрика, и пусть это принесет им в их жизни улучшение. Первый вопрос такой. Меня зовут Асем, мне 18 лет, я из Бишкека. Вопрос у меня. У меня нет дома. Мама в Москве с сестренкой. Я учусь на втором курсе. Есть 2 сотка земли в селе. Цена где-то 1 миллион сом. Что мне делать? Продать этот участок и купить в Бишкеке квартиру или заработать на нее? Но заранее спасибо, солнышко Асема. Если ты действительно хочешь, чтобы... То есть, если ты не хочешь вернуться в селе и дальнейшем не хочешь жить в селе, тогда ты можешь с удовольствием продавать это и, пожалуйста, купить квартиру. Но если ты собираешься в будущем возвращаться в селе, я тебе не рекомендовал бы продавать свой участок. Потому что продавать всегда легко, а купить не так просто. На самом деле, купить это время, а купить это деньги не так просто. Поэтому, если ты действительно хочешь, чтобы продавать и купить квартиру, пожалуйста, сделай это. Но если ты не собираешься вернуться в селе обратно. Добрый день. У меня кредитов на миллион. Работаю в ателле. Ремонт одежды. Хочу открыть свой личный ателле. Но для этого нужно минимум 600 или 700 тысяч. Думаю взять еще кредит и открыть или сначала погасить долги. Вся зарплата уходит на погашение. Не хватает денег. Не знаю, что делать. Работаю без выходных. Я в тупике. Заранее благодарю за ответ. Лариса. Лариса, дорогая, если вы в ателле работаете, значит у вас есть опыт работы и так далее. Попробуйте в ателле сначала дойти до определенного уровня. Работать в ателле, я не знаю, кем вы там работаете в ателле. Если вы работаете в организаторских делах, то есть администратором, руководителем и так далее, тогда вы поймете, как устроена работа в ателле. Если вы пока не работаете руководителем, вам надо сначала потихонечку хорошо делать, научиться работать, как организовать работу в ателле, чтобы дойти до уровня руководства. Когда вы дойдете до уровня руководства и так далее, по крайней мере, может это занимать три месяца или полгода, но зато вы дойдете, тогда вы поймете в всех деталях, как организовать этот бизнес лучше. Когда вы четко все поймете, как это делать, поскольку это услуга, обязательно открывайте свое ателле. Если у вас есть долги, не бойтесь, ничего страшного. Еще немножко долг берите, но открывайте свое ателле и работайте. Но самое важное здесь ваши навыки и умения, и самое важное умение создать, то есть умение доход создавать. Не то, что открывать ателле. Открывать ателле можете, несложно. Деньги заберете или долг возьмете, откройте или там, не знаю, несколько швейн и машин покупайте. Но самое главное продажи строить, самое главное доход построить. Поэтому сначала доходите, пожалуйста, до уровня руководителя, до уровня человека, который могут управлять ателле. А потом открывайте свое. Добрый день, Саидмуро Давлатов. Подскажите, как быть? С знакомым начали вести бизнес, деньги для стартапа были мои. С его стороны не было никаких вложений, его только знание и опыт. Его я сам пригласил в бизнес, надеясь на его знания, чтобы не прогореть в одиночку. Планируем работать 50 на 50, но, к сожалению, разом я желаю, что это сделал. Каждый раз мы спорим с ним. Он мне поснял свою точку зрения, думая, что так правильно. И каждый раз игра идет по его правилам. Действительно, как он говорит, и правда так лучше. Я признаю, но все равно смириться не могу. Как поступить? Думаю, продать бизнес, так как финансовые вложения были мои. Либо терпеть его продолжение. Продолжить. Помогите с ответом, пожалуйста. Дорогой мой, если бы его пригласили, этот человек лучше вас понимает, это бизнес и так далее, почему вы не соглашаетесь? В конце концов, это же выгодно вам и вашему бизнесу. Бизнес делится для того, чтобы вы могли зарабатывать, вы могли сохранить деньги, вы могли увеличить свой капитал. Когда дело касается бизнес, вам надо откладывать в сторону свои амбиции, свои личные непонимания, свои личные, можно сказать, разногласия. Потому что все, что выгодно бизнесу, выгодно и вам. Запомните это, пожалуйста. Все, что выгодно бизнесу, это выгодно и вам. Поэтому концентруйтесь на это только. Думайте об этом, что все, что выгодно вашему бизнесу, это, в конце концов, выгодно и вам. Если ваш партнер, то, что говорит, это реально полезно для бизнеса, просто делайте это. Тогда зачем вы делитесь с ним 50% дохода? Зачем вы отдавали ему 50% дохода, если вы не хотите использовать его опыт, его знания, его мозги и так далее? Поэтому терпеливо, просто иногда наберите терпение, иногда услышьте его, то, что он говорит. Поработать над своим характером, это очень важно. В партнерстве надо уметь работать. Добрый день, Сайдмур Раджабович, мне 35, работаю в академической среде. В данное время у меня есть 55 тысяч долларов, американский доллар. Сдал частные займы и в месяц получаю 55 тысяч сумм. Одну третую уходят за квартиру, так как я живу со своей семьей в семейной съемной квартире. Одну третую тратим на ежемесячные потребительские расходы. Остальные, вместе с другими активами, доходами, откладываю на счет компании по вашему модели счету. Три года назад начали строить двоэтажный дом для моих родителей по их просьбе. Каркасный проект первый же год был завершен. Осталась отделочная работа. На это по расчету уйдет примерно 30 тысяч долларов. Родители с тех пор живут в однокомнатной временке, так как старый дом был снесен. Я вот не знаю, как дальше мне поступить. Подскажите, что мне делать. Первое, направить деньги на дом для моих родителей или купить себе квартиру. Родители сильно настаивают, чтобы сначала я купил квартиру или дом. Или направить на бизнес. Больше меня интересует бизнес, связанный с недвижимостью. Заранее вам большое спасибо. Дорогой мой, если все ваши капиталы 55 тысяч долларов вы давали им, и вы получаете небольшой доход от них. И вы живете на них. Вы получаете около тысячи долларов. Вы на них живете. Одну третью часть вы можете откладывать туда. Посмотрите на ваши сбережения. То есть, то, что вы ежемесячно доход, который откладываете. Вместе вы же тоже работаете где-то. Вы же не бездельничаете. На эти деньги, которые вы зарабатываете ежемесячно. И на то, что вы можете добавить доход вашего капитала. Если на эти деньги вы можете строить дом родителей, сначала построите дом родителям. Почему я так говорю? Понимаете, я много вещей очень хотел делать для своей матери. Я хотел ей показать мир. Я хотел и самую лучшую еду кормить ее, лучше одежду одевать ее. Но когда я стал состательным, эти вещи, была у меня возможность это делать. Но тогда она уже не могла позволить себе кушать эти вещи, потому что врачи запретили ей много вещей. Я не мог ее возить по всему миру. Хотя до этого я возил ее в много городов, но еще я хотел весь мир показать ей. Очень не получилось это. Поэтому лучше построите дом для родителей. Даже те деньги, которые они проводят в этом доме, для вас самое большое богатство. Не переживайте. Но тот капитал, который у вас 55 тысяч есть, вы его не потратите. Постройте дом родителей за счет доход, который сейчас зарабатываете, и за счет того, что у вас ваше прибыло приходит. Ничего страшного. Вы его за полгода или за год построите. Если вы ставите перед собой цель, чуть-чуть увеличить свой доход, и на заработанные деньги строите дом родителей, в первую очередь. Потом на свой капитал, который у вас есть 55 тысяч. На него стройте бизнес в недвижимости. Если вы говорите здесь, хотите бизнес на недвижимость строить, пожалуйста, потом дальше стройте бизнес. Здравствуйте, уважаемый Сальмурат Давлатов. Прошу. Аноним. У меня к вам такой вопрос. Я из Кыргызстана, мне 25 лет, работаю в Москве. И сначала, когда приехал в Москву, в 18 лет у меня была цель построить дом, так как единственный сын. Я работаю на зарплату, половина дома уже построена. Но когда я читал ваши книги и другие книги бизнес-странов, как я понял, что я не туда инвестирую деньги, родители говорят, дострой дом. Но для этого нужно работать. И я не хочу работать ради дома. Я хочу эти деньги инвестировать в себе или в актив. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть. Достроить дом или начать заниматься любимым делом, потом достроить дом. Спасибо вам большое. Дорогой мой, это тоже самый случай, как предыдущий. Если ты половину достроил, это тоже твой актив. Не достроишь, она все равно потеряет стоимость и так далее. Если ты половину достроил, лучше дострой его до конца. Потому что это тоже актив, это тоже капитал и так далее. Хочешь, будешь жить, не хочешь, пожалуйста, можешь продавать. Или где-то не будет использовать как залог и так далее. Поэтому лучше дострой его. Раз ты уже половину денег туда вложил, ты лучше дострой его, чтобы эта недвижимость у тебя была как в виде капитала. Потом работай и построй бизнес себе. Понимаешь? Не достроишься дом ни туда, ни сюда. Поэтому лучше ты его дострой. Дорогие друзья, ставьте лайк под рубрикой. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Я поприветствую вас из Австралии. Здесь, вы понимаете, сейчас у них оказывается самые холодные месяцы, это июнь-июль. Все наоборот. У нас получаются самые жаркие месяцы июнь-июль. А у них самые холодные месяцы это июнь-июль. У них декабрь, январь, февраль самые теплые месяцы оказывается. Поэтому, видите, в куртке одете и так далее, ближе к вечеру, прохладно стало. Дорогие друзья, посмотрите под рубрикой почта, сдавайте свои актуальные вопросы. С удовольствием отвечу. К вашим услугам. Всего доброго. Помогают больше количества людям.